Ребят, всем привет! С вами Оля. Сегодня мы немного в непривычной для нас обстановке. Мы у родителей. Сегодня выходной. И я с собой взяла несколько флакончиков, про которые уже давно хотела вам рассказать. И давайте я в таком немного лайт-режиме расскажу про достаточно известную и обсуждаемую марку. Благо, про нее есть чего сказать. Так что, пожалуйста, кому интересно, оставайтесь. Да, это марка... Кстати, я до сих пор не разобралась, то ли это марка Миракулум, то ли это марка Пани Валевски, то ли их... эти слова надо произносить вместе, я не знаю, но это как бы и не суть. Если вы знаете, напишите мне. Но на фрагрантике эти парфюмы ищутся именно под маркой Миракулум. Так что, если вы хотите почитать про них отзывы, почитать про них ноты, то ищите именно так. Парфюм вот такой вот Пани Валевски. Это у нас классическая версия. Этот аромат был выпущен далеко в 71 году. Естественно, то, что это у нас уже новодел. И, как говорят любители того прежнего аромата, он отличается от аромата, который был, который сейчас, да, выпускается. Я эти ароматы купила, сразу говорю, потому что будут вопросы на бьюти-депо. Цена невелика где-то, не более, наверное, 500-600 рублей. Если выше не берите, то есть можно найти подешевле. Очень качественная, удобная упаковка и замечательные, очень красивые флаконы. Вот так вот они выглядят. Очень-очень, еще раз повторюсь, несколько раз уже сказала. Ай! Еще раз скажу, радует глаз. Здесь на камере не передает. Он из темно-синего стекла. Этот флакон такой насыщенный темно-синий цвет. Да, приятное исполнение флаконов. Очень, ну, за свою цену, очень достойный вариант. Так что, если вы хотите приобрести даже какой-то подарок, возможно, человеку, который принимает парфюмерные подарки, есть такие, которым трудно угодить. Но есть такие, которые принимают парфюмерные подарки, которые любят парфюмерные подарки, то это вот очень бюджетный и достойный вариант. Ладно, давайте про сам аромат. Еще раз повторюсь, то что, если вы знали аромат того 71-го года, то, скорее всего, приобретя этот, вы не найдете схожих нот. Мне так кажется. Либо я читала. Об этом я уже сейчас не помню, но... Мне кажется, то что они разные. Но что я могу сказать про этот аромат? Он очень-очень приятный. И это аромат из направления такого классического шипрового направления. Горько-шипровых ароматов. Если вы любитель, вам 100% он понравится. Аромат звонкий, свежий, такой белоснежный, я бы даже сказала. То есть шипр здесь настолько пронзительный, настолько белоснежный. То, что вот у меня иногда даже ассоциации с каким-то белоснежным ароматом. Он нет, нет, не белоцветочный. Он именно горько-шипровый аромат. При старте даже какие-то немного ореховые нотки проступают. Это как вот на юге растет такой лесной орех. И когда вы его разгрызаете, он когда еще в таком едва соспевшем состоянии, то есть практически молочный внутри, он с хрустецой. Вот такие вот эмоции вызывают этот аромат. Я бы отнесла этот аромат к классике шипра. И именно почему-то он вызывает ассоциации свежевыстиранного белья, какой-то свежести, чистоты. То есть это не белые цветы, а именно вот белоснежность какая-то такая. Вот хруст белых простыней, что ли даже. Если вы такое ищите, если вы такое любите, обязательно присмотритесь. Либо если вы хотите просто познакомиться с маркой. Начните с этого классического. Вот, кстати, здесь видно, да? Вот. Цвет этого флакона просто классный цвет. Даже как украшение вашего парфюмерного столика, это будет идеальный, изумительный вариант. Следующий аромат это в красном исполнении. У меня написано руби. На фрагрантике почему-то шик. Я не знаю, тот же это аромат или разные. Но он в таком вот бордовом исполнении. И флакон у него такого же красивого, но уже бордового цвета. Это просто великолепное какое-то произведение флаконного искусства. Очень мне нравится. Сам аромат. Сам аромат. За свои деньги я считаю то, что это просто находка для любителей. Знаете, на что он похож мне? Он похож мне на варенье из каких-то красных ягод, возможно. Либо вишневое варенье, либо черно-смородиновое варенье. То есть это именно не компот, а уже такая субстанция более сладкая, более насыщенная, более густая. Добавить мне к нему нечего. Но если вы такое любите, если вас такая сладость не смущает, то вам, скорее всего, он понравится. Я не смотрела ноты, но смотреть ноты смысла нет, потому что он уже вызвал определенные ассоциации у меня. И свернуть с этого пути уже очень сложно. Для меня это варенье, густой какой-то джем, возможно, с каким-то вы пьете его крепко заваренным чаем. Еще раз повторюсь, то что за свои деньги это прекрасный вариант на тему компотных ароматов. Такие тоже имеют место быть и в моей коллекции, и вообще в природе. Так что вот. И следующий аромат это вот такой черный, который мне понравился больше всего. Но у меня их всего три. Их на много разных этих цветов. Остальные я не слушала. Но вот этот аромат мне понравился больше всего. Потому что этот аромат исполнен в моем самом-самом любимом звучании ароматов. Это те ароматы, которые наполнены розой, наполнены, возможно, какими-то шафранными нотами пряными. То есть это аромат из серии таких густо-розовых ароматов с ярко выраженной такой шоколадной ноткой. Сейчас даже этот аромат, наверное, нанесу на себя, чтобы он все-таки соприкоснулся с кожей и более раскрылся в интересном звучании. Это уже более такой вечерний аромат. Аромат более сложный, более густой. Тоже флакон такого... Он не такого, он просто черного цвета. Он даже практически не просвечивает. Красивый аромат. Для любителей розы такой вот густой, пряной, практически, наверное, даже такого темно-бордового цвета. Из серии Нуар де Нуар от Тома Форда, всем известный, всеми любимый. Многие его даже сравнивают с черной орхидеей от Форда. Ну, черная орхидея, наверное, более такая яркая, более многогранная, более многокомпонентная. Это, конечно, попроще, но смысл однозначно тот же. Я еще раз не устану повторять то, что за свои вот эти вот деньги, за которые я купила эти ароматы, это просто находка для любителей, для ценителей, для коллекционеров. Я думаю, вы поняли смысл. То есть это пряная роза, густая, такая с почулистыми, шоколадными такими нотками. Очень приятная. Но она не такая, почему она не такая яркая, как Орхидея, как Нуар де Нуар от Тома Форда. Здесь немного разбавлено цитрусовыми нотками. И именно данное сочетание делает этот аромат как полегче, что ли. Мне все равно, я его и днем надену. Но если вы разделяете конкретно ароматы по таким утренним и вечерним, то это, скорее всего, вечерний вариант, потому что, ну, он такой яркий, он красивый, он очень, мне кажется, шлейфовый будет и очень комплементарный. Я думаю, то, что вкратце я вам рассказала общую картину про эту марку. То есть впечатление осталось очень даже приятное. При возможности, может быть, даже прикуплю еще другие варианты, но уже не знаю, за спиной столько всяких хотелок, то, что не знаю уже даже с чего начать. Вы мне лучше расскажите, какие у вас эмоции, какие есть у вас цвета флаконов, и, может быть, с чем-то вы согласны, с чем-то не согласны. Ну все, заходите ко мне в гости, подписывайтесь на канал. Внизу будет ссылочка на все мои соцсети. Если вы не в курсе, я сама делюсь ароматами. Делаю от льванты. Если вас это интересует, заходите. Внизу все ссылки будут. Все, всех люблю, целую. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok